Сегодняшний фрагмент связан с близкими отношениями в семье. Он говорит об отце и детях, о том, кто является частью семьи и почему. Павел говорит об Аврааме, про отце иудеев. Его наследие важно не только для иудеев, но и для всех последователей Иисуса. Давайте посмотрим на некоторые фрагменты его истории, чтобы лучше понять Римлянам 4. Изначально Авраама звали Авраам, то есть Вознесенный Отец. В Бытие 12, когда Аврааму было 75, Бог призвал его оставить родной Ур и отправиться в землю обетованную, Ханаан. Бог обещал превратить его в великий народ и благословить все народы земли через него. Время проходит. Авраам все так же без детей. В Бытие 15, когда Аврааму было 85 лет, Бог подтверждает ему свое обетование и обещает, что у него родится сын, который наследует Божьи обетования. Когда Авраам проходит 14 лет, в 17 главе Бытия, когда Аврааму было 99 лет, Бог снова является ему и обновляет обетование о неисчислимом количестве потомков. На самом деле, чтобы еще больше утвердить его в обетовании, Бог меняет его имя на Авраам, что означает «отец многих». Как знак завета, Бог также вводит обрезание для всех его потомков мужского пола. Бог также подтверждает, что обещанный сын родится от его жены Сары, хоть она уже давно не может родить детей. В Бытие 21, когда Аврааму было 100 лет, рождается Исаак. Он 25 лет полагался на Бога. Римлянам 4.17 говорится, что Авраам поверил Богу, который дает жизнь мертвым и называет несуществующее существующим. Верно. Сложно недоценить важность Авраама для иудеев. Иудеи ведут свой род от него. За две тысячи лет после его смерти его подняли на полубожественный уровень. Вот некоторые примеры из еврейских писаний. Авраам был совершенным во всяком своем деле с Богом и благоугоден. И ходил в праве в продолжении своей жизни. В книге юбилеев 23, Авраам не согрешил против тебя. Молитва Манасии. Авраам не в искушении ли найден был верным. И это вменилось ему в праведность. Первое – маковейское. И евреи утверждали, что Авраам не согрешил против Бога. И его считали праведным благодаря беспристрастному соблюдению закона. Они верили, что он в совершенстве повиновался Божьим заповедям еще до того, как они были даны. Он заслужил спасение. Вот почему нет ничего удивительного в том, что иудеи гордились тем, что они – дети Авраама. Они отождествляли себя с его праведностью, честью и славой. Они льстили себе, думая, что праведность Авраама давала им те же качества, в то время, как у других их не было. Но это отождествление себя с детьми Авраама приводило к духовной и этнической гордыне. Любая критика Авраама вызывала ответную реакцию. Послушайте, что в свете этого говорит Павел в 4 главе 1 стихе? Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти, если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. В 3 главе Павел говорит, что Божья праведность открылась не благодаря повиновению закона, но благодаря смерти Иисуса на римском кресте за пределами городских ворот Иерусалима. Павел говорит о том, что люди получают правильное положение перед Богом лишь по благодати, веря в Иисуса, который исполнил закон в совершенстве, и принес себя в жертву, чтобы приобрести спасение для каждого, кто доверится ему. Павел говорит, что единственное дело праведности – это жертвенная смерть Иисуса. А теперь в 4 главе Павел использует самый провокационный пример в подтверждении своей теории – Авраама. На самом деле, в посланиях Павла, вторым по числу упоминаний после Иисуса, идет Авраам. Павел заканчивает третий стих, цитируя «Бытие 15.6». Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Это был ключевой стих в его аргументации. Он цитировал его много раз. Интересно, что иудеи использовали тот же стих из «Бытия 15.6», чтобы подкрепить свое представление о том, что Авраам оправдался делами. Они говорили, что вера Авраама сама была делом повиновения и основанием для его оправдания. Они говорят, что вера Авраама стала его заслугой перед Богом. В контраргументации Павел заявляет, что Авраам был признан праведным, когда положился на обетование из предыдущего стиха «Бытие 15.5», когда Бог сказал, что у него будет множество потомков. Для Павла Авраам был явным доказательством его утверждения. Какого? Наша вера в Бога. Это не дела, которые дают нам спасение. Нет никаких сомнений в том, что Авраам успел сделать многое на своем пути. Он оставил цивилизованный мир Ура, чтобы стать кочевником в Ханаане. Он прошел множество опасных путей. Он собрал большие стада и множество слуг. Он был даже готов принести в жертву своего единственного сына Исаака. Все это было удивительно. Но ни одного из этих действий не позволило ему исполнить Божьи обетования. Аврааму пришлось предстать перед Богом и довериться Ему. А когда он оказался в Божьем присутствии, ему нечем было хвалиться в контексте своих дел. Хоть Авраам и пытался, он не мог ничего сделать для того, чтобы выполнить обетование, данное Богом. Например, он думал, что усыновит Элеезера, своего слугу, сделав его наследником, и через него исполнит обетование. После этого его взгляд упал на Измаила, сына Агария, в качестве возможного наследника. На оба эти человеческие решения Бог сказал категорическое «нет». Единственный путь, который был открыт для Авраама, — это путь веры. Он мог лишь верить. Библейский комментатор Джеймс Ричардс пишет следующее о вере Авраама. «Его вера не была делами, добродетелью или проявлением героической воли, но признанием слабости и бессилия перед лицом невероятной оппозиции к суверенному Слову Бога». Вера — это всегда некая форма бедности. Она рождается там, где наши личные ресурсы истощены. Божье Слово жизненно важно. Она появляется там, где наши личные амбиции уступают смирению. Она появляется там, где должен действовать только Бог. А мы можем лишь ждать. Аврааму нужно было отдать себя Слову Божьему и довериться Ему. Вера — это полное доверие Богу, Его Слову и Его делам. Так где же нам проявить подобную веру в Бога сегодня, когда мы смотрим на свой путь с Богом, в целом мы видим, что она начинается с полного доверия и продолжается там же, несмотря на преграды. Иногда мы доверяем Богу благосостояние близкого человека, спасение сына или дочери. Мы доверяем Ему финансовое обеспечение, восстановление отношений или физическое исцеление от болезни. Вера — это полное доверие Богу, несмотря на обстоятельства. Павел подкрепляет свою позицию из мира работы и компенсаций. Четвертый стих. «Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого. Вера его меняется в праведность. «Вменить» или «Засчитать». Это язык бухгалтерии. Это словно восемь раз повторяется в нашем тексте, когда его используют в финансовом контексте. Оно говорит о том, чтобы положить что-то на чей-то счет. Есть два способа зачисления денег на наши счета, как зарплата, которую зарабатывают, или как подарок, который мы получаем даром, незаслуженно. Уравнение четвертого стиха выглядит так. Если мы творим дела, то Бог обязан нам. Бог дает нам праведность, когда мы творим дела, потому что мы заслуживаем этого, и Бог обязан выплатить нам. Это часто называют праведностью по делам. Мы творим дела, чтобы заслужить спасение. А уравнение благодати выглядит совсем иначе. Мы доверяем Богу. Бог не обязан нам ничем, но Он дает нам праведность. Это то, что было с Авраамом. Бог по доброте и щедрости дал ему дар. Он никак не был связан с делами Авраама. Павел видит провал между праведностью по делам и по благодати. Люди, живущие по принципу праведности по делам, верят, что человеческими усилиями и укреплением моральной системы мы получаем ресурсы для того, чтобы жить по Божьим стандартам и получить Его благосклонность. По сути, мы отрицаем тот факт, что находимся во власти греха. Как нам понять, что мы движемся по пути праведности по делам? Часто это можно понять по нашему эмоциональному состоянию. Когда мы работаем ради своего спасения и терпим неудачу, мы переживаем, боимся, с другой стороны, если мы полагаемся только на Бога и на Его способность спасти нас, к нам приходит смирение и уверенность, и наша уверенность только в Иисусе. Давайте предположим, что мы умерли и готовы попасть на небо. Какими были бы требования для того, чтобы пойти? Часто мы слышим, как люди говорят, «Надеюсь, я сделал достаточно». Я прилагал максимум усилий, чтобы быть хорошим христианином. Это путь дел. Иногда мы слышим, «Я верил в Бога и пытался исполнять Его волю». «Надеюсь, мне удалось угодить Богу». Это вера плюс дела. А иногда мы слышим, «Я верю в Него всем своим сердцем». Это вера в нашу веру. Но вот в чем дело? Никто не может спастись на основании того, что Он достаточно хорош, сделал достаточно или имел достаточно веры. Только путь полного доверия Иисусу позволяет нам войти в мир благодати. Но такая благодать кажется многим недоступной. Все потому, что благодать оправдывает нечестивых. А слово «нечестивый» было крайне обидным для иудеев. Иудеи считали, что Бог оправдывает лишь морально правильных, живущих в Божьем Завете. И нечестивые же были безбожниками. Они жили не в этих отношениях и не имели шанса на спасение. Павел применяет слово «нечестивый» к Аврааму. Ого! Для Павла все человечество жило в грехе. В Римлянам 1.3 ясно говорится о том, что никто не может приблизиться к Божьей праведности в своем характере, в мыслях и делах. Даже самые правильные люди, все человечество справедливо осуждено навеки. Даже Авраам. Ой! Я прямо ощущаю бурную реакцию иудеев на эти слова. Пока его слушатели продолжали кипеть, Павел подливает масло в огонь. Он использовал величайшего праотца Израиля для подтверждения своей идеи. Теперь он обращается к величайшему царю Израиля, под которым Израиль достиг вершины величия. Шестой стих. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Если в отношении греха Авраама и были какие-то сомнения, то Давиде такого не скажешь. Он вожжелал, совершил прелюбодеяние и убийство. Шестой и седьмой стихи это прямая цитата из 31-го Псалма. Давид мог говорить о благословении, потому что его грехи были прощены святым Богом, и не потому, что он был выдающимся исполнителем закона. На самом деле Бог больше не вменял ему его грехи, но простил и покрыл их. Он не заслужил этого. Все это он получил по благодати. Бог оправдывает людей, которые все еще потеряны в грехе, нечестивых. Поразительная истина, удивительная Божьей благодати должна приводить нас к поклонению. Мы должны испытывать постоянный восторг от того, что Бог сделал для нас. Просто удивительно, что святой и всемогущий Бог дал нам людям, живущим в грехе и бунте против Него. Грех проник во все аспекты нашей жизни, но Бог даровал нам правильное положение перед Собой. Он облег нас праведность Своего Сына. Это благодать и только благодать. Услышав это, некоторые иудеи все равно могли сказать, но, конечно, Авраама посчитали праведным, а Давид получил прощение потому, что они были иудеями. Это благословение только для иудеев, а не для всех. Но является ли это благословением только для обрезанных иудеев? Павел возвращается к риторическому стилю. Девятый стих, блаженство сие относится к обрезанию или к необрезанию. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезанию или до обрезания? Не по обрезанию, а до обрезания. Знамение обрезания было постоянным напоминанием об особых отношениях иудеев с Богом в Завете. Это было их отличительной чертой. Оно делало их уникальными. Этот знак стал еще важнее после ссылки и расследования иудеев во времена Вавилона о Сирии в греческой и римской империи. Среди иудеев в рассеянии явный признак иудейской веры стал еще важнее. Это говорило о том, что иудеи хранили свою идентичность, настаивая на обрезании соблюдения законов Кашера и Субботы. В некотором смысле мы видим параллели этому вловер Мэйленд в общине сикхов. Побывав несколько раз в Пенджаби, я понял, что община сикхов намного серьезнее посвящена своим традициям и культуре в Канаде, чем в Индии. Почему? В Канаде община Пенджаби меньшинство. Их религия сикхизм, религия мячиства, их идентичность на кону. Из-за этого они намного сильнее держатся за свои религиозные традиции и символы. Я имею в виду длинные волосы, стальные браслеты, деревянные расчески, хлопчатое белье и стальные мячи. На самом деле в Пенджаби очень быстро растет церковь Иисуса, но не в Канаде. Здесь сикхи делают все, что могут, чтобы сохранить свою религиозную и культурную идентичность. Возможно, это поможет нам понять, почему иудеи так сильно держались за свои традиции. Павел утверждает, что Авраама провозгласили праведным до того, как обрезали, иными словами, до того, как мы видим внешнее проявление иудейской религии. Даже раввины учат тому, что Авраам получил оправдание из бытия 15.6 за несколько десятилетий до обрезания. Таким образом, обрезание не могло быть причиной праведности Авраама. На самом деле это была лишь печать праведности, которую он уже получил верой по благодати. Вот итоги логики Павла. Если Бог призвал и оправдал Авраама до того, как у него появился сын, то он был оправдан до того, как стал праотцом иудеев. Таким образом, Авраам был необрезанным нечестивым язычником, когда Бог признал его праведным. Бум! Я прямо ощущаю, какую ярость эти слова вызвали у иудеев. Павел продолжает в 11 стихе. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел вне обрезания. Так что он стал отцом всех верующих вне обрезания, чтобы им вменилась праведность и отцом обрезанных, не только принявших обрезания, но и ходивших по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он вне обрезания. Бог дал обрезание в качестве видимой печати дарованной праведности. Оно подтверждало и гарантировало правильное положение, которое Авраам уже получил от Бога. Это был знак благодати. Это не было нечто неотъемлемое для его веры. Это была физическая печать внутренней реальности. Павел говорит, что Авраам был отцом верующих язычников еще до того, как он стал отцом верующих иудеев. Христиане иудеи и язычники могли называть Авраама отцом. Он отец всех верующих. Он наш отец. Все люди оправдываются только благодатью, только по вере, только во Христа. Послушайте, что Павел говорит в Галатам 3-7. Познайте же, что верующие суть сына Авраама 8, и Писание провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму, в тебе благословятся все народы. Итак, верующие благословляются с верным Авраамом. Выходит, что Божий народ это не биологическое потомство Авраама, но духовное. Наша духовная идентичность определяется не поисками на сайте предок.ком. Нет, все иудеи и язычники приняты в Божью семью и получают ее благословение по вере в Иисуса и только Иисуса. Возможно, я могу использовать пример своей семьи. Мы с братьями, сыновья нашего отца от рождения. Став взрослыми, мы все женились. Благодаря завету брака наши жены стали невестками. Теперь они члены семьи. Они сонаследницы с нами и получают благословение семьи вместе с нами. И как они вошли в семью нашего отца через брак, а не через биологическое происхождение, так и мы входим в семью Авраама по вере. Это оправдание по вере не было чем-то, что добавилось в качестве экстренной меры из-за возникшего кризиса в изначальном плане Божьем. Во время пандемии мы привыкли к переменчивым указам правительства, связанными с изучением вируса и ростом количества инфицированных. Но у Бога оправдание по вере не было поправкой, связанной с новым пониманием человеческого состояния или ростом числа грешников, нуждающихся в спасении. Бог подготовил эту концепцию еще до основания мира. Авраам был для нас примером, а Иисус ее воплощением в полноте времени. Для всех Авраам просто был прототипом спасающей веры. И остается вопрос, следуем ли мы по стопам веры Авраама или праведности по делам, что значит следовать его следам? Для начала я хочу обратиться к церковной семье. Каждый, кто доверяет Иисусу, становится частью семьи Божьей. Обычные преграды на этом пути — раса, национальность, экономический статус, политическая принадлежность и так далее, неактуальны в Царстве Божьем. Евангелие доступно всем верующим. Павел пишет в Галатам 3,28 и 3,29. «Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одного, Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семья Авраамова и по обетованию наследники». Как церковная семья в Алингдон мы не выступаем против расизма из-за политической идеологии. Мы против расизма, потому что это и есть в нашей духовной ДНК детей Авраама. Все потому, что мы были оправданы только по благодати, только по вере, только во Христе. Все мы равны перед Богом и должны быть равны перед друг другом. Иными словами, если Евангелие действительно изменило нас, мы будем обращаться друг к другу в любви и принятии, следуя по стопам Авраама вместе. Второе, это слово для семей. Если вы приехали в Канаду из другой страны, другой культуры, и сейчас переходите на канадскую культуру, то вам важно отделять веру от культуры. Особенно, если ваша семья состоит из больше, чем одного поколения. Часто старшее поколение отчаянно держится за культуру и язык своей родины, а молодое поколение хочет поскорее перенять культуру новой страны. Каждый должен спросить себя, что находится в сути христианской веры? Вопрос не в том, каковы убеждения и ценности конкретной культуры, а в том, какие убеждения и ценности идут от Евангелия Царства Божьего. Павел говорит об этом в Римлянам 14,17. «Ибо Царствие Божие не пища и питье, а праведность и мир и радость во Святом Духе». Через Иисуса Божья праведность была дана нам. Мы были оправданы перед Богом. Мы можем входить в Его дворы с невыразимой радостью. Нас примирили с Богом. Мы обрели мир с Богом. Его Дух пребывает в нас. Это внутренняя реальность Евангелия, которая должна быть у всех нас. Третье. Слово для отцов. Слово «ходить» в 4 главе 12 стихе. Это военный термин, который обозначает маршировать в порядке. У нас есть главнокомандующий, который управляет нашим путем. Иисус. У нас есть пример, за которым мы должны следовать. Авраам. Суть хождения по следам Авраама не во внешних признаках. Нашей униформе, в нашем батальоне или медалях, который восхваляет нас. Суть его в отношениях полного доверия Иисусу. В Египте христиане меньшинство. Большинство египтян мусульмане. Большинство христиан хоптов в Египте носят метку, крест, который выбит на правом запястье. Это мощный символ. Но даже в Египте суть последователя Христа во внутренней жизни, распятой жизни, мертвой для греха и живой для Бога. Выбитый крест имеет ценность лишь в том случае, когда он отражает то, что есть в сердце, внутреннюю реальность. Внешние признаки христианской веры никогда не привлекут наших детей к Богу. Нашим детям нужен реальный пример, которому они смогут следовать. Пример жизни, полностью отданной Богу, в которой внутренние реальности и Евангелия очевидны. Оправдание только верой, мир с Богом, преображение жизни силой Духа, радость и надежда на Бога. Я хочу, чтобы наши дети следовали за нами так, как мы следуем по стопам Авраама. Четвертое. Это слово для всех. Будучи последователями Иисуса, мы живем по вере в Него и Его дела для нас. Мы не трудимся над тем, чтобы заслужить спасение. Мы свободны от всех попыток заслужить принятие Бога. Наш Отец Небесный любит и принимает нас. Мы приняли это в дар, когда положились на Иисуса. Я желаю, чтобы мы пребывали в глубоких и непоколебимых отношениях с Богом, нашим Отцом. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...